Хочешь выиграть новый танк? Не ленись, торопись, крутани рулетку, чтобы пополнить свой ангар новой техникой. Выполни 5 простых заданий, получай бонусы и участвуй в бесплатном розыгрыше. Заходи и играй на whatshop.net Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси и вы смотрите передачу «Самые эпичные выстрелы на арте». Гаватигр в начале боя контролил кишку, это одно из самых таких простреливаемых направлений на этой карте и часто кто-нибудь тут получает в начале боя. И на этот раз получил хомяк почти на всё своё хп. Итак, в следующем моменте у нас ещё один очень эпичный выстрел по Як-Панзер Е100. И это, друзья мои, взрыв БК. Просто нереально, чтобы взрыв БК был у Яги. Ну, конечно, бывает такое иногда, но крайне редко. И наверняка пердак игрока сгорел вместе с его ПТ-САУ. Идём к следующему моменту. Тут у нас Гаватигр приметил АМХ 50Б. Француз как специально долго там стоял на одном месте, а это чревато последствиями. И получает он на 1970 урона. Ещё такой повернул башни. Что-то не так произошло. Су-14-2 стреляет по Лёве. После чего происходит ваншот. 1650 прочности Лёвы куда-то быстренько улетучились в начале боя. А вот ещё одна плюха от Су-14-2. На этот раз по Конкверру. И удаётся, конечно же, с одной плюхи уничтожить врага. И вот что творит Холодильник. Всего лишь арта восьмого уровня. Объект 261 всегда славился своей нереальной точностью. Вы посмотрите, какой филигранный выстрел по французу. Просто хэдшот. Получается, сваншотить врага в начале боя. Далее у нас Т-92. ВЦ-2 и Т-95 Чифтейн. Выстрел. Хоть враг пропал из-за света, но это не помогло ему выжить в этом бою. Т-92 просто ждёт. А вот ещё один выстрел этой арты. На этот раз по тяжёлому танку Е100. После этого сотка изрядно похудела. Куда-то у неё делось 2500 прочности. Су-14-2 перед смертью решает выстрелить по объекту 140. И посмотрите, ваншот противника на СТ-шке. И взрыв ему БК. И как же всё-таки ждёт Холодос. Далее у нас Т-92. Стреляет по японцу. И тоже взрыв БК. Кто-то лишился башни у нас. И заметьте, часто такие выстрелы производятся именно по врагам, которые больше всего лезут, которые подставляются. И долго стоят на одном месте. А вот просто нерядный выстрел по французу АМХ-50Б. Казалось бы, попасть там невозможно, но как-то игрок всё-таки попал. Далее у нас М-53. Стреляет по АМХ-50-120. И это ваншот. Решил француз сделать один выстрел, из-за чего и слился в бою. Далее у нас М-40. Выцеливает тут ИС-4. Противник двигается, едет вперёд. Но нашему герою это не помешало. Сделать точный выстрел по тяжёлому танку. И игрок попадает в итоге. Хотя, казалось бы, попасть прямым ещё, к тому же, было чрезвычайно сложно. Но вот какой замечательный урон в итоге. Буратос выцеливает тут противников. Засвечивается ФВ-201. Наш герой даже не досвёлся. Выстрелил. И, посмотрите, точно попал в ФВ-шку. Ещё и поджёг её. После чего ФВ-шка не тушится, извините. И отправляется в ангар. Ну, это пипец просто. Снова у нас Буратос ждёт. Игрок выцеливает лёву, фулового. И стреляет по нему бронебойным. После чего ваншот произошёл. Ну, это что-то вообще из мира фантастики. Вот так вот ваншотить врагов с одной плюхи на не самой высокоуровневой арте. А вот Т-92 раздаёт плюхи. Довольно-таки неплохие. Ещё один выстрел в этом бою. На этот раз по французу АМХ-50Б. Подставляется он тут немножечко. Но этого вполне хватает, чтобы его покарать. И ещё и с поджогом. И француз отправляется в ангар. Далее Т-92 выцеливает тут Фоша 155-го. Выстрел по французской ПТ-САУ. И в итоге она улетает в ангар с взрывом БК. Тут у нас красочное шоу такое огненное. Замечательно получилось. Т-92 при неполном сведении стреляет в движущегося Батчата. И уничтожает его с одной плюхи. Правда там ещё один враг. Т-92 снова ждёт. Ну это арта самая наверное популярная именно в этой рубрике. Чаще всего она сюда попадает. Из-за того, что выстрелы действительно весьма зрелищные. Например как сейчас по Е100. И опять Т-92. На самом деле это всё один и тот же игрок присылает. Ну именно вот эти моменты на Т-92. Тут такой долгий довольно-таки отрезок будет. Где он прислал сразу множество своих реплеев. Ну и я решил вам их продемонстрировать. И это что-то с чем-то. Честно говоря я не представляю как игрок так постоянно попадает. И откуда у него столько этих реплеев. Может быть он профильный артовод. Постоянно играет только на арте целыми днями. Но всё-таки это весьма подозрительно. Неужели арта так часто может попадать по врагам и наносить столько урона. Ну тогда это в общем-то в корне меняет дело. Потому что каждая такая плюха это огромное количество страданий. Для игрока который получил такую плюху для артовода. Конечно это наверное блаженство. Вот так вот с одной плюхи столько урона набивать. По всяким соткам и семь и так далее. Ну а особенно страдают конечно тяжелые танки. Потому что они медленные, неподвижные. И еще часто к тому же останавливаются. Для того чтобы там свестись из своего не самого точного орудия. Вот сотка наверное подумала сейчас прорвусь. Пойду это танковать. Ну бах. И выстрел на 1709 урона от арты. Или вот Т-92 тоже отлично сейчас попадет по Е-75. Правда враг тут долго не светился. Видимо игрок ждал когда он все-таки появится. И дождался 1600 урона с плюхи. Ну как по мне это очень много. Это кстати все подряд идут выстрелы одного игрока. Забавно правда. А вот выстрел вообще в ПТ режиме на арте Т-92. В многострадального Мауса. Который так уже по-моему не знает куда ему деваться. Опять выстрел от этого игрока. Ну просто вот подряд идут выстрелы. С патча 0.9.15.1. Где с каждого выстрела дофига урона. Ну вот уже выстрелы других игроков пошли. Тут М-53 стреляет по хомяку и взрывает ему БК. Просто великолепно. Опять М-53, М-55. На этот раз выстрел по Тигру. Который прячется за камушком. Наверное думает что он в полной безопасности. Но тут неожиданно сзади ему прилетает снаряд. И ваншотит его. Еще один выстрел в этом бою. На этот раз по Е-75. Младший брат уже пострадал. Теперь пришло время старшего. Получает он снаряд в бочину. И отправляется в ангар. И так друзья на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok